Глаз в раме слышен, Плач и рыдание, и воплю великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Рахиль плачет о детях и Иисуса Христа, Иосиф и Мария с Богомладенцем были вынуждены покинуть Вифлеем. Правивший в то время иудейский царь Ирод, узнав от волхвов о рождении нового царя Иудеи и боясь потерять престол, замыслил убить младенца Христа. Якобы желая поклониться младенцу, Ирод послал волхвов подробнее узнать о нем. О возникшей опасности Иосифа предупредил ангел Господень. Он явился Иосифу во сне и сказал, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Этой же ночью Иосиф исполнил божественное повеление. Египет находился на юго-западе от Палестины. До его границы было около ста километров. Всевышний Бог не случайно повелел им идти в Египет. Эта страна находилась тогда под властью римского императора. Сюда власть царя Ирода не распространялась. Поэтому Богомладенец был здесь в безопасности. На вопрос, почему родившийся Христос не спас сам себя от иродовых убийц, святитель Иоанн Златоуст отвечает, «Если бы Господь с первого Своего возраста начал творить чудеса, то Его не стали бы признавать человеком». А это было очень важно – показать людям, что родившийся Спаситель во всем, кроме греха, подобен им. И все Его будущие страдания, смерть и воскресение – непризрачны. Поэтому люди, следуя за Ним, действительно смогут победить смерть и обрести вечную жизнь. О путешествии святого семейства в Египет христианская церковь хранит много удивительных преданий. Одно из них гласит, что когда Иосиф с Богомладенцем и Марией вошли в языческий храм, то все идолы, бывшие в нем, пали на землю и сокрушились. Так исполнилось предреченное пророком Исаией задолго до Рождества Спасителя. «От Господь восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица Его идолы египетские». Между тем, в иудейской земле разворачивались страшные события. Царь Ирод с нетерпением ожидал возвращения волхвов. Но они, получив во сне откровения свыше, не вернулись к нечестивому царю и ушли в свою страну другим путем. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. Зная примерное время рождения младенца, он издал приказ избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Коварный царь надеялся, что в числе этих детей будет убит и младенец Христос. Посланные Иродом воины исполнили бесчеловечный приказ. По преданию, в Вифлееме и его окрестностях было убито 14 тысяч младенцев. Повсюду раздавались вопли и крики матерей, которые безутешно плакали о своих детях. Эти невинные младенцы были первыми мучениками, пролившими свою кровь за Христа. Их память Православная Церковь отмечает ежегодно 11 января. Царствование Ирода продолжалось недолго. Согласно свидетельству историка Иосифа Флавия, по прошествии некоторого времени нечестивый царь скончался в ужасных мучениях, проклинаемый своим народом. Вскоре после его смерти ангел Господень в Египте вновь явился Иосифу и сказал «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Святое семейство прожило в Египте чуть более года и теперь им предстояло вернуться на родину. Дойдя до земли обетованной, Иосиф узнал, что в Иерусалиме и Вифлееме воцарился Архиллай, один из сыновей Ирода. Подобно своему отцу он был кровожаден и жесток. Иосиф побоялся идти туда и направился в пределы Галилейские. Он поселился в Назарете, в своем родном городе, где жил прежде, занимаясь плотничеством. В Назарете Господь провел свои детские и юношеские годы, о которых нам почти ничего не известно. И евангелисты говорят о том, что Божественный Младенец рос послушным сыном и был любим всеми людьми. С каждым годом он возрастал и укреплялся духом. Он не творил чудес и не проявлял до времени своей Божественной силы. Для всех окружающих Христос был сыном плотника Иосифа из Назарета. И лишь его причистая Матерь хранила в своем сердце слова, сказанные ей архангелом Гавриилом, о том, что рожденный ею будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и царству его не будет конца. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова